Всем привет! NHL.com.ru в ежедневном обзоре рассказывает о том, как российские хоккеисты проявили себя в матчах игрового дня. Главным героем вечера для нас стал Василий Подколзин. 20-летний нападающий Ванкувера забил дебютный гол в своей второй игре в NHL и помог команде одолеть Филадельфию. Десятому номеру драфта 2019 удался отменный по силе и точности бросок во втором периоде, положивший начало камбэку Кеннекс. Василий сыграл немного после гола, выйдя на лед всего два раза, но в Ванкувере предпочитают осторожный подход к развитию талантливого москвича. В первом периоде Подколзин играл в звене с Джей Ти Миллером и Элиасом Петерсоном, который после матча радовался за Подколзина и вспоминал свой первый гол в NHL. В составе флайер с передачи отметился Иван Проворов, сыгравший почти 30 минут. Он ассистировал шайбе Джоэла Фараби в первом периоде и завершил встречу с показателем полезности плюс два. Кирилл Капризов набрал первое очко в сезоне и помог Миннесоте в ужасно драматичной игре взять верх над Анахаймом. 97-й номер Уайлд ассистировал Кевину Фиале на гол в большинстве в конце второго периода, когда счет сравнялся. У него было много и собственных моментов для взятия ворот, но на последнем рубеже ДАКС сегодня блистал Энтони Столларс, который совсем немного не дотянул свою команду до овертайма. За восемь секунд до конца основного времени Маркус Фолиньо нашел отверстие в щитках вратаря и принес Миннесоте эмоциональную победу. Также за Уайлд достойно дебютировал Дмитрий Куликов, которому совсем немного не хватило до первого с 2019 года гола. В третьем матче игрового дня дубль Джека Хьюза принес Нью-Джерси победу над Чикаго, который начал сезон с двух поражений. Первому голу Хьюза ассистировал Егор Шрангович, а второй в овертайме получил все близким к гениальности. Отдельного внимания заслуживает празднование Хьюзом решающего гола. На этом на сегодня все. Еще больше подробностей матчей читайте в текстовых обзорах на NHL.com.ru. Меня зовут Сергей Демидов. Увидимся!